И Ленин, такой молодой и юный... Приднестровье. Нет такой страны на карте. Но здесь живут непризнанные, суверенные. И флаг свой есть, и президент, коммунист. Днестр течет. Кругом социализм и память долгая. Он сказал, что его зовут Геша. Как-то не хочется его Гешей называть какой-то он. Совсем не Геша. Серьезный человек. И Надий Юрьевич Кузьмичев. И лучше на войне. Здесь, в 91-м, на шелковом комбинате в Бандерах, Геша и его батальон сражались за ГКЧП. Перед вами последнее место дислокации советской власти в этом регионе. В августе 91-го года вот там стояли мы и наши товарищи, которые прибыли к нам на помощь, на выручку. И мы смотрели на девчонок, которые здесь были, вот там, кооперативными техниками, через прицелы и бинокли. Это те пацаны, пацаны молодые, которые 18 лет тогда выполняли. Я считаю, что они самым добросовестным образом, честно, выполнили свой воинский долг. И сегодня пытаются там представить, что кто-то предал. Они не предавали, мы не предавали никого. Мы до конца выполнили то, что нам говорили, то, что нам приказывали. Приказ был прост и понятен. Сидеть в засаде, по свисту из Москвы поднять батальон, выдвинуться в Кишинев и захватить аэропорт. И держаться до тех пор, пока из Москвы не прилетит помощь. За союз сражаться, демократов душить. Ждали три дня. Ждали три дня, но, к сожалению, приказа так и не поступила. Потом началась блокада. Потом была угроза ареста командира. Тем не менее, офицеры наши проявили жесткость. Помните, как в этом известный фильм? Русские своих на войне не бросают. Они сидели на шелковом комбинате. Сидели и сидели и сидели. 19-го, 20-го, а 21-го августа в Москве Ельцин победил ГКЧП. И Гешин батальон занял круговую оборону. Ну, тогда никто не думал об этом, уходить живыми. Тогда сознательно или подсознательно хотели отстоять ту великую страну, которую мы здесь начали отстаивать с 89-го года. Начиная с Кишинева. Жалко, конечно, что об этом сегодня очень многие забыли. Но есть очень много тех людей, которым, я уверен, принадлежит будущее. Которые все об этом помнят, которые прошли через это. И которые никогда этого не забудут. А Кузьмичев не из пугливых. Говорит то, что думает, и думает как-то недемократически. Хотя что? Спецназ на то и спецназ, чтобы выполнять приказы и делать работу. Специального назначения. И поменьше рассуждать. Они с 89-го воевали уже над всю катушку. Это в Москве, съезды, перестройка, народ возбужденный. Горбачу, Ельцин. Покричали и домой чай пить. А здесь, бро, не жалейте, спать ложишься. И о большой политике как-то не думается. Есть приказ, есть работа. Нет, тренируемся на выживаемость. И каждый день, и каждую ночь тоже. И главное, чтобы потерь не было. И ведь что интересно, они же тогда по большому счету проиграли. А он не обижается, побежденным себя не считает. Зюдо серьезно увлекается. Улыбается и не комплексует. Мне бы очень хотелось бы, чтобы сегодня мое поколение, то поколение, которое, скажем так, чем-то доказало свое право решать и быть услышанным, чтобы эти люди сегодня начали решать какие-то вопросы. Не важно, как они будут называться. Коммунисты, если мы говорим конкретно о этом названии, да, это наша память. И мы должны помнить о них. Кто забыл прошлое, у кого нет будущего.